Литературный перевод и комментарий о Божественной Милостиве Шоу и Правопады. Ум обрекает живое существо на скитание по материальному миру. Он ведет его через различные виды жизни, и под его началом живое существо совершает всевозможные материальные действия. Считает себя человеком, полбогом, худым, тучным и так далее. Мудрые говорят, что именно от ума зависит, какое тело получает душа, и он является причиной как ее рабства, так и освобождения. Еще раз текст. Ум обрекает живое существо на скитание по материальному миру. Он ведет его различные виды жизни, и под его началом живое существо совершает всевозможные материальные действия. Считает себя человеком, полубогом, худым, тучным и так далее. Мудрые говорят, что именно от ума зависит, какое тело получит душа. Он является причиной как ее рабства, так и освобождения. Комментарий. Ум служит причиной материального рабства души, и он же может стать причиной ее освобождения. В этом стихе ум назван словом пара-авара. Пара значит трансцендентный, авара-материальный. Если ум занят служением души, его называют пара-трансцендентным. Если он же занят поисками чувственных наслаждений, его называют авара-материальным. Сейчас мы находимся в обусловленном состоянии, и наш ум поглощен материальными чувственными наслаждениями. Но если мы будем использовать ум для преданного сужения, он очистится и вернется в свое первоначальное состояние. То есть всегда будет поглощен сознанием Кришны. В этой связи я часто привожу пример Махараджи Амбариши. Савай мана Кришна падаравин дайо вачам сивая кунха гунаану варнанин. Чтобы обуздать ум, нужно полностью занять его деятельностью в сознании Кришны. Тогда мы с легкостью сможем обуздать чувства. Например, язык можно использовать для того, чтобы прославлять Господа Кришну и проповедовать его учения, а также принимать прасад, остатки пищи, предложенной Кришне. Тому, кто использует язык для служения Господу, не составит труда, очистит от материальной скверны и остальные органы чувства. В Нарада Панчаратре сказано, Такая душа уже не считает себя человеком, полубогом, кошкой, собакой, индусом, мусульманином и так далее. Итак, тот, кто полностью очистил ум и чувства, посвятил себя служению Кришне, обретает освобождение и возвращается домой к Богу. Конец комментариев. Ум обрекает живое существо на скитание по материальному миру, он ведет его через различные виды жизни, и под его началом живое существо совершает всевозможные материальные действия, считает себя человеком, полубогом, худым, тучным и так далее. Мудрые говорят, что именно от ума зависит, какое тело получает душа. Он является причиной, как ее рабство, так и освобождение. Дальше, Кришна, Чайтанья, Прабауни, Тянамны, Шри Адвайта, Гададхар, Шри Васаде, Говра, Папта, Блин. Гарри, Кришна, Гарри, Кришна, Кришна, Гарри, 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 Рама, Гарри, Рама, Рама, Гарри, Гарри. уже сколько дней обсуждается эта тема с умом и чувствами промочали все лекции же посвящаю почти дня четыре наверное мы наверно уже услышали все что можно было услышать про ум Джадабарата он начал давать наставления царю вы задумывались почему да я не берусь так сказать говорить что это единственный мотив мотивов скорее всего у чистой души нам не понять мотивы чистой души но по крайней мере то что было здесь сказано в лекции несколько дней назад что один из мотивов то что он заботился о благе Джадабарата заботился о благе страны потому что царь Барата был представителем правящей царем да возможно но я подумал что у этого другая есть еще может быть мотив вы посмотрите он до этого он не проповедовал ну вообще не проповедовал он даже ведические принципы пренебрегал осознанно чтобы его не включили во все эти социальные условности и здесь вот ну казалось бы ну не прям его до этого его вообще убить хотели и он не стал этим демоном ну этим ворам проповедовать там была намного более сложная ситуация то есть он мог бы в принципе нет он просто смиренно стоял а здесь ну господи ну царь язвительно сказал ему несколько слов вот прям великое это самое задел нет но похоже царь был искренней личностью то есть мы читаем из бога в том что царь ехал в святое место для того чтобы духовное знание и господь находясь в сердце он знает желания наших он знает желания других живых существ он знает желания всех живых существ и поэтому когда мы испытываем реальный духовный поиск когда у нас внутри есть желание что-то понять мы испытываем какую-то внутреннюю потребность то господь через других личностей посылает нам эти возможности господь посылает человека который так не означает о так ты же знаешь вот смотри такая вот интересная есть грань у духовного знания такие и царь воспринимал духовную жизнь немножко поверхностно то есть он ее воспринимал на уровне социума и здесь мы видим что джадо барата он разрушает все эти его концепции то есть он поднимает его сознание то есть на самом деле джадо барата он выступил как раз вот таким катализатором то есть он выступил ну вот это одна особенность чистой личности что он чувствует желание в соответствии с этим желанием и джадо барата он поднимает царя с уровня плохого хорошего на уровень духовного потому что плохое хорошее даже в соответствии с ведическими знаниями это мирская религия и поэтому он четко объясняет царю что есть что то есть он объясняет какое положение царя какое положение энергии, какое положение, какую роль во всем этом занимает наш ум. И здесь он очень много внимания уделяет именно этой теме. Почему? Потому что понимание своего положения, это называется на санскрите термином самбанхавиа. Знающие мудрецы, самбанхавиа, без этого, без этого понимания своего статуса, своего положения, наших взаимодействий, нам будет очень сложно определить вектор движения, четко поставить цель. И тем более, если мы неправильно поставили цель, нам будет сложно определиться с методом ее достижения, потому что мы наверняка выберем не тот метод, не соответствующий нашему положению. Поэтому мы видим, что проповедь очень часто направлена на то, чтобы объяснить фундаментальные истины. То есть мы вечные живые существа, мы слуги Верховного Господа по определению. Наше положение в этом материальном мире временно. Мы находимся в поиске счастья в меняющихся качествах материальной природы. Это подобно тому, как в детстве вот этот калейдоскоп, помните, такой, там стеклышки меняются, а ты смотришь раз так цвета, помнились уже крест один узорчик, раз другой узорчик, раз третий узорчик. И вот получается материальная энергия складывает красивые узорчики. Она складывает восхитительные узорчики. Настолько привлекательные, что мы, будучи вечными, вот, вечно смотрим за этими узорчиками. И Кришна подходит в виде чистого вайшнава, в виде духовного учителя, в виде преданных. Среплет нас по плечу и говорит, да ну хватит досмотреть уже, хватит. И вот эта вот увлеченность, увлеченность качествами материальной природы, она интересная особенность. То есть он, через который мы наблюдаем за этим миром, он создает вот это вот чувство, что вот эта вот ситуация, в которую я попаду, она все-таки в какой-то момент сделает меня счастливым. Это парадоксальная вещь. Просто, ну просто парадоксальная вещь. Он скрывает, он скрывает все сложности, которые будут в будущем, но рисует идеальную картинку. Меня впечатлила вот история, которую рассказал Шила Ранганат Махараджи. Я уверен, мы ее читали, может слышали, но она тем не менее от этого не становится менее привлекательной. Похоже, это недавно было. Преданные в Италии на Радхаятре проводили Харинаму. И такая была Харинаму сладкая. Все были в восторге. Ну единственное, была сложность, было очень жарко. А у них план был такой, что они в течение дня проводят Харинаму, потом они едут на какой-то остров, там еще поют Харинаму, вечером они принимают омовение в океан и принимают просад. Говорит, и все так восторженно пели. Ну было сколько жарко, у всех была одна идея. Скорее будешь добраться до океана и до просада. Ну и все так шло по плану, все приехали на этом корабле, переплыли через, так сказать, проливчик на этот остров, потом на этом острове они тоже провели такую классную Харинаму. Пришли уже вечер, солнце садится. Ну вот идеальная погода. Не жарко сильно, не холодно, ветра нету. Вода как парное молоко. Все такие в предвкушении, вот наш ум рисует, вот сейчас будет счастье. И преданные вот такие, оделикам чай, в эту воду. И тут раз такие крики, ааа, ауа, ааа. Все такие, что ж такое? А там оказывается медузы. Медузы, обжигающие медузы, которые порнят всю картинку. И он говорит, что деваться некуда, потому что оно реально жарко, и все шли, так сказать, омывались, но в то же время испытывали вот это обжигание этими медузами. Так устроена материальная энергия, то есть она создает у нас образ, вот в будущем будет так классно. И мы попадаем в эту ситуацию, и чуть-чуть классно, но рядом с этим классно есть но. Есть условия, есть причины, есть сложности, это всегда. Ну, в этой истории есть еще продолжение. Они вышли, оказалось, что про сад забыли на корабле. Говорят, пошли на другую сторону острова к кораблю, а корабль уже уплыл. Так вот, надежды. Это природа мира. То есть, когда мы принимаем, принимаем, что-то так устроено, что этот мир, он в действительности так нас водит за нас постоянно. Ну, становится легче жить, это 100%. Мы перестаем так сильно переживать по этому поводу. У нас высвобождается огромное количество внутренней времени, внутренних эмоций на то, чтобы не переваривать происходящее событие. Я так думал, вроде разочарования. Я так думал, вроде разочарования. Ааа, так оно и так. Нет, ну так. Вот, ну, то есть, это... Бхагадгити Кришна говорит, что... Это четвертая глава, десятый текст. Простите, четвертую часть забыл. Ну, суть в том, что человек, который избавился, вита, избавился, очистился от раги, вот как раз рага, рага, я сейчас скажу, рага бхая, рага это желание, бхая это страх, а кротха это гнев. Так вот, человек, который избавился от раги, раги это не просто желание, потому что мы же понимаем, что мы от желания не можем избавиться, это наша вечная природа души, то есть, это мы уже все усвоили фундаментально. Так вот, рага это желание, чтобы в этом мире было по-моему. Вот, я так хочу наслаждаться, я так хочу, чтобы было. Вот, вот это именно рага, то есть, вот это фундаментальное желание, мы хотим именно, чтобы, вот, окно можно закрыть, или окно можно открыть, или вот, я тут в центре, понимаете, то есть, вот, а можно реально сделать, а вот, пожалуйста, не мельтешите здесь, а вот, и мы постоянно вот в этой раге, то есть, мы хотим, чтобы в этом мире было, по-моему, мужчины, женщины, дети, все формы жизни так хотят. И это причина наших конфликтов. И вот, когда мы сталкиваемся с неспособностью нашей достигнуть этого желаемого, да, мы сталкиваемся с двумя, вот, следующими состояниями. Это страх, когда препятствия больше, чем мы способны преодолеть, или гнев, когда препятствия меньше, чем мы можем, ну, мы способны его преодолеть, мы тогда, я же сказал, что так должно быть. Ну, я утрирую, ну, это принимает разные формы, более открытые, более закрытые. И вот, получается, вот эти три состояния держат нас в поиске материального счастья в постоянно меняющихся этих стеклышках материального мира. Мы знаем также, уже переходя к теме, да, мы знаем также, что материальный ум — это элемент, материальный элемент, через который, элемент тонкого тела, скажем так. По большому счету, тонкое тело, оно имеет, ну, это как, тонкое тело, но у него есть как разные зоны, что ли, можно так сказать. Мы знаем, что тонкое тело состоит из эго, ума, разума, непроявленное, то есть, вот эти все накопившиеся воспоминания там. У него много еще подвидов, оказывается, ну, как выясняется, там, ну, Балдидий Кришна так в общих чертах говорит, там, в йога-сутрах, там, оно более, там, детально расписывается. Я, к сожалению, не силен в этой теме, достаточно понимать суть. И суть такова, что именно, поскольку мы рассматриваем ум, у ума есть несколько функций. Это эмоции, чувства и желания. Вот это его, так сказать, набор рабочих функционалов. Эмоции, чувства и желания, то есть, то, чем они занимают ум. И получается, что эмоция очень интересная тема. По милости, Бхакти Вигьяна Махараджу, мы можем детально, очень детально эту тему осмыслить, разобрать. Но, к сожалению, я даже не смогу повторить всех тех терминов и слов. Ну, по крайней мере, те моменты, которые я понял, я хотел поделиться. Ну, в связи именно с этой, с умом. Получается, что эмоция, это, по сути, то, что движет нами в материальном мире. То есть, эмоция, она связывает нас к каким-то. Потому что она является побудительной причиной. И она возникает тогда, когда мы, у нас есть цель. Ну, вот, очень простая. То есть, если у нас в уме, как бы, мы не связаны, например, вот мой ребенок, да. У нас есть определенная связь, вот здесь цель. То есть, я отец, ну, да, понятные такие отождествления, да. Я отец, и вот мой ребенок. И вот, или там, кто-то мать, и вот мой ребенок. У меня по отношению к этой личности есть... А рядом может быть чей-то другой ребенок. Ну, да, я знаю, что мы должны заботиться обо всех детях, как о своих. Но у меня нету эмоций. То есть, почему? Потому что у меня нету вот этой вот связи. И точно так же касательно всего. То есть, если мы испытываем какой-то эмоциональный... Почему нас задевают, например, какие-то вещи, когда мы уже отождествили себя с чем-то, да. И тут что-то происходит, то у нас вызывает это буря эмоций, либо плохих, либо хороших. Потому что мы уже ментально построили мостик. И получается, что эмоции... Вот это вот... Понимание того, что цель и эмоция связаны, очень важны. И точно так же в духовной жизни. Вот иногда, как сам Махарадж рассказывает в такой момент, говорит, что иногда человек повторяет святое имя и не испытывает никакой эмоции, да. Почему? Потому что цель наша зависит от понимания нашего положения. Опять же, мы возвращаемся к самбанхе. То есть, если я неправильно понимаю, что я вечное живое существо, допустим, я даже так не понимаю, то я не понимаю, что Господь это личность, и что... Даже я могу понимать, что он личность, но я не понимаю, что я с ним связан вечно. И моя молитва, она не имеет вот этой эмоциональной составляющей. И получается, что у ума существует на самом деле, ну, этот момент как-то он объяснил, да, эмоция, цель. Но у ума есть три базовых, фундаментальных эмоции. Вот мы их разобрали. Рага, Баая и Кротха. То есть, по сути, мы... Конечно, их... Они приобретают очень много форм, там, в этом... 500, более 500, глядь, или я что-то путаю, ну... Много, короче, очень форм разных эмоций. Но суть в том, что в основе этого лежат вот эти вот... И получается, что когда... Мы... Шпаргалка, ну, вы думаете, такая... Столько новых, столько новых логических связей, что их вы мне удержать очень сложно. Получается, что вот это нас ставит, ну, эмоция всегда имеет... А, еще я хотел такой маленький тоже в определениях. Чем отличается эмоция от чувств? Вот, эмоция есть и есть чувство. Это... Я вот пока не прослушал лекцию, я так и не понял. А вот сейчас у меня в голове оно как-то щелкнуло, я понял, чем отличается эмоция от чувств. Ну, желание непонятно. Может быть, кто-то имеет более глубокие духовные опыты, может поделиться. У него сразу это, так сказать. Чувствует вот это ощущение, которое вы испытываете? Ну, я так же думал. То есть, чувство, да-да. Похоже, что нужно сейчас разобрать по поводу, какие эмоции мы испытываем. Мы же называли Рита Рага Байокротха. Рага Байокротха. В данном случае мы о принципе говорим, мы об определениях говорим. Она может быть... Это следующая тема. Мы перейдем, что эмоция может быть направлена в духовный мир или в матери... И привязывает нас или кто-то к другой реальности. Но просто понимание принципа, оно не отличается. Может быть, эмоция... Не говорите больше. Может быть, это состояние, которое было... А чувство, это результат заимодействия у нас с объектами. Очень близко. Я тоже почти так думаю. Да, по сути, получается... Да, но не будем усложняться. То есть, по сути, чувство, это эмоция направлена на объект. То есть, у эмоции может и не быть объекта. То есть, мы можем... Вы бываете, мы просто сидим, но у нас какое-то такое настроение или состояние, то есть, оно прямо не связано ни с каким объектом. Но чувства, они всегда направлены на объект чувств. То есть, есть эмоция. Я думаю, что эмоция это образ, который всплывает, когда мы контактируем щем-то. То есть, но чувство это канал, через который приходит эта эмоция. Все прикасаются? Ну, нет. Это мы же говорим в контексте ума. Если вы говорите о гордонах чувств, то это у нас... Просто понимаете, я еще заметил одну особенность, читая, что у нас лексикон языка русского или украинского, неважно, да, он урезанный, ну, в понятиях. И приходится в действительности, чтобы понять смысл выражения или смысл слова какого-то, то приходится читать санскрит. И санскрит, он реально, ну, в терминах выдает правильные эти концепции. А наш язык, вот мы говорим чувства, да, вот, и, ну, в логике вещей, да, это каналы. Ну, в санскрите это, как бы, ну, это кармендрии или гьянендрии, да, то есть это другие слова, которые описывают данный термин. То есть то, что нам помогает действовать, или то, что нам помогает получать знания. В этом разница. И здесь у нас путаница происходит. Чувство это как чувство, или чувство это как чувство. То есть мы начинаем вот эти термины в голове, у нас, так сказать, перепутываются. Ладно, я думаю, надо дальше идти. Это просто мы... И следующий момент. Получается, что наши эмоции, они... В действительности нас... Хотите добавить что-то? Эмоции отойдут от ума, а от чувства они будут изглублены. Не-не-не. Насчет определения эмоций, я вот просто как раз говорил, что такое эмоция. Эмоция это мысль, которая в своем развитии дошла до физиологии. То есть все начинается вот с ума, мы думаем, мысль... То есть от души идет желание, потом... И когда энергия мысли настолько уже накоплена, что она начинает выражаться через действия, или там даже может быть непроизволено, например, я о чем-то думаю и покраснел. Вот это вот эмоция. То есть когда физиология начинает проявлять состояние ума, вот это вот эмоция. То есть там уже есть энергия. Да, и вот спасибо как раз. И мы переходим к следующей части, что эмоция, как она нас обуславливает. То есть получается, что мы испытываем определенную эмоцию. Она имеет, как Магараш объясняет, всегда три формы. То есть есть именно волна, которая внутренне идет, как сама по себе. Потом есть бессознательная реакция организма и есть сознательная реакция организма. То есть получается, что на уровне... Поскольку материалисты сводят всю эмоцию к химии, то есть они говорят, что есть определенные химические вещества, которые в результате вот этой волны вырабатываются, ну внутренне, вырабатываются нашим мозгом, и это как бы нейромодуляторы. То есть и они приводят к тому, что у нас химическая реакция в теле происходит, и мы испытываем эмоцию. То есть по сути эмоция не имеет никакой другой, так сказать, подосновы, это всего лишь химия. То есть это материализм. То есть это материализм, но хотя химия имеет место быть, то есть никто не отвергает химию, но за химией стоит желание вечного живого существа. И вот смотрите, простой пример. Мы, например, испытываем голод, чувство, мы испытываем голод. Мы смотрим на какой-то там объект, и у нас возникает желание поесть. То есть импульс идет в мозг, наш мозг вырабатывает, ну желудочный сок начинает выделяться, у нас возникает, так сказать, уже сильное желание поесть. То есть и таким образом все работает. Но вот кто-то нам не дает поесть. И мы испытываем гнев. Точно так же вырабатывается адреналин. Адреналин это, ну там еще какие-то есть эти вещества, которые отвечают за стресс. И адреналин, он стимулирует определенные органы чувств, у нас тоже краснеют глаза, у нас наливаются, так сказать, мы становимся, у нас появляется в теле напряжение. То есть, и вот, если мы часто используем, испытываем вот такое эмоциональное состояние, то постихоньку это становится нашим настроением. То есть человек такой вот, в таком настроении, вот он такой гневливый. Или наоборот, он такой блаженный, ходит все время. То есть вот часто испытываемая эмоция порождает определенный наш настрой, настроение. И это нас обуславливает. Мы говорим, это вот такой человек. То есть это вот, вот у него выработалась привычка реагировать на ситуации таким образом. И мы уже, и мы о себе уже так думаем. Вот я такой, да, ну что я могу со мной здесь. Тут я злюсь, ничего с этим не могу сделать. И это касательно любого объекта. И получается, что мы, по сути, мы испытали, как это происходит? Мы испытав один раз определенную эмоцию, мы, я может думаю, только я такой, но исходя из слов, до своему гаража, исходя из общения с другими пленами, я не понял, что мы все такие, что мы начинаем обдумывать произошедшее. Мы начинаем как бы заново и заново думать, что а вот надо было так сделать, а вот как они могли. То есть мы как бы репетируем, то есть мы как бы переварь, постоянно накручиваем эту эмоцию. А по сути она как бы, знаете, как вот это протаптывает в нашем сознании определенную канавку. То есть мы постоянно думаем, вот надо было так сделать, не надо было так сделать. То есть вот это, И мы варим, варим, варим эту эмоцию. И потом, когда опять происходит ситуация, у нас уже проработанный сценарий, мы уже действуем так, как мы уже себе наварили. Это называется обусловленное материальное существование. Это мы на примере гнева. А по сути мы вырабатываем все эмоции. Это негативные эмоции. Но позитивные эмоции работают точно так же. То есть позитивные эмоции мы мечтаем. Мы приедем туда, там будет так. Как это будет? Как это будет? Какую эмоцию я испытаю? Какую эмоцию испытаю? Потом приезжаем и там солнце зашло. Мы там куда-то на отдых, например, и приехали. О, там вообще класс. И получается, что мы таким образом осознанно находимся в рамках действия трехгун материальной природы. Хотим этого, не хотим. И это уже вырабатывается на уровне химии тела. И наше тело нас просто... Поэтому говорится человек, я хочу поменяться. Ну, так человек, по крайней мере, говорит. Но я ничего не могу сделать с собой. Вот я привык так делать. И выход как раз вот он и заключается в том, что в этом стихе, который я процитировал из Бога Дгитты, там говорится «бахаво гьяна тапаса». Бахаво это многие, а гьяна тапаса это означает, это аскеза в знании. То есть, зная, как это работает, понимая, как это работает, мы действуем для того, чтобы тренировать другие эмоции. Вот в этом как раз и заключается метод. И какие же другие эмоции мы тренируем? И вот как раз, как раз другие эмоции и описаны, как они описаны в Ари-бак-ти-виласе, Санатаны Госвами. Получается эмоции вручения себя, которые связаны с вручением себя Господу. Если мы несколько слов скажем о Анукульясе Сангалпах, благоприятное принимать с решимостью. То есть, вот я до этого много раз читал вот эти вот шесть принципов вручения себя Господу. Но вот эта идея связи их с эмоциями не была столь явна. Но вот когда даже вчера я читал, переписывал этот стих, чтобы его процитировать, то есть, в самом санскрите, опять же, прославляя санскрит, здесь эмоция уже прописана. Анукульясе благоприятное, просто мы говорим по-русски, принимать благоприятно. Где тут эмоции? Ну, принимаем. А тут говорится, сангалпах, с решимостью. То есть, это та эмоция, которая наполняет именно это действие. Мы можем ее тренировать. Или практикуляться варжинам. Мы отвергаем то, что неблагоприятное. То есть, и по сути, или мы принимаем со смирением то, что Кришна, он, ну, осознаем свои недостатки. Или мы отдаем Кришне с благодарностью то, что Господь наш Господин и Хозяин. И, по сути, когда мы тренируем эти эмоции, то есть, мы стучимся в дверь, в дверь. И где же эта дверь, в которую мы стучимся? Нет. Дверь находится в нашем сердце. Это называется дверь Гухья Акаша. Тайное место в нашем сердце. И вот в этом тайном месте в нашем сердце находится Господь. И Он всегда видит, как бы, что мы делаем. Но когда мы выполняем даже какую-то деятельность, связанную с преданным служением, но не наполняем эту деятельность эмоциями вручения себя, то для Господа это подобно немому кино. То есть, Он не слышит. Но когда деятельность преданным служением наполняется эмоцией вручения себя Господу, тогда Господь слышит этот стук. Он слышит наше обращение. Я оставлю несколько минут на обсуждение. Итак, мы разобрали три темы влияния. Роль ума в нашей обусловленной жизни, эмоции, как эмоции нас порабощают. Ну, чуть-чуть. Это, знаете, как судить по рекламному ролику о каком-то, так сказать, продукте. То есть, рекламный ролик описывает только маленькие, маленькие, так сказать, преимущества. То есть, поэтому моя лекция, она больше подобна на рекламный ролик, чем на детальный обзор темы. Мы разобрали, как эмоция влияет на нашу обусловленность. И мы тренируя материальные эмоции, мы порабощаемся. Тренируя духовные эмоции, эмоции вручения себя, мы приближаемся к Кришне. И тут важно еще отметить один момент. Мы очень часто, вот, знаете, как всегда мы говорим, какова наша цель? Кришна, Прэма, Бхакти. Мы так декларируем часто. Ну, да, все-таки, Джай, Джай, Кришна, Прэма, Бхакти. Но можем ли мы со своей стороны проявлять Кришна, Прэма, Бхакти? Ну, со временем мы понимаем, что это не в нашей, так сказать, сфере возможностей. Потому что это все равно, что, например, я хочу построить отношения, ну, с человеком. Ну, там, чаще всего это можно понять на примере мужчин и женщин, да. Я хочу построить с девушкой отношения. Я проявляю к ней определенные знаки внимания. И вот если она в ответ не ответит, то никаких отношений не получится. Точно так же по отношению к Господу. Если я проявляю со своей стороны то, что я могу проявлять, а это эмоции, ну, принципы шаранагати, эмоции шаранагати, но чтобы проявилась Бхакти, она должна, дверь должна открыться, и Кришна должен улыбнуться и сказать, о-о-о, заходи. То есть, и вот уже здесь это наша цель. То есть, но она не в наших силах, это приходит с другой стороны. То есть, эта эмоция, о которой мы говорим, она приходит с другой стороны. Но здесь дается понимание, какой путь. Спасибо всем за терпение. Есть дополнения, вопросы? Да. В конце комментариев Шилл Парупадов пишет, что он является причиной как рабства, так и освобождения. И зачастую, когда мы описываем влияние ума, мы описываем причину рабства. Потому что, может быть, это нам близко, у нас есть какой-то опыт, так или иначе. А могли бы Вы раскрыть, что такое освобождение, потому что является причиной освобождения, и как ум способствует достижению освобождения? Я очень надеялся, что я в конце попытался эту тему раскрыть, но, видимо, не до конца. Но Вы говорили о эмоциях. Да, то есть, получается, что ум... Тогда что такое освобождение? Что такое освобождение? Обычно, когда мы говорим об освобождении, то мы говорим об избавлении, о страданиях. Это такое, ну, общепринятое представление. Но когда мы в контексте вайшнавской культуры говорим об освобождении, то мы говорим о эмоциях, связывающих нас с духовной реальностью, в частности, с Господом, и свободе от низших эмоций, гнева, зависти, вожделения и так далее. То есть, и в таком контексте мы... Наш ум занятый, как здесь Прабхупада, он цитирует этот стих, Саваймана Кришна Падаравин Дайох, то есть, занятый на ангах преданного сужения, на частях, ну, на элементах преданного сужения, да, то он приводит нас в духовный мир. И по большому счету, ум это такой элемент, что ему все равно, о чем думать. То есть, он будет испытывать эмоцию всегда. Вот, и вот с чем ни соедини, он будет испытывать эмоцию. Рано или поздно. То есть, он такой, как маленький ребенок, который не имеет определенной, как сказать, опыта или понимания. Поэтому, поскольку в большинстве своем общество не знакомо, ну, с этой функцией нашего сознания, с умом, да, то люди думают, это я ум, это я такой вот, я вот испытываю там какие-то чувства, ну, в отношении к различным жизненным ситуациям. Но когда мы понимаем, как это работает, то вот это понимание как раз позволяет выбирать, что я слушаю, что я смотрю, что я делаю, чем я занимаюсь, то есть, и понимать, как это влияет на наш ум. И, естественно, мы понимаем, что есть объекты в невежестве, есть объекты в страсти, есть объекты в добродетели. И, как минимум, объекты в добродетели, они позволяют нам эмоции в добродетели, хотя они также обуславляют, они позволяют нам это спокойное состояние ума, увидеть что-то запредельное. позволяют нам воспринимать уже духовные вещи на этом уровне сознания. Потому что в страсти мы настолько заняты материальными вещами, что нам просто некогда подумать о войне. Но в невежестве это понятно, даже не обсуждается. Ну, насколько я сам это понимаю, может, есть более глубокое понимание. Наверняка оно есть. Иногда нам просто легко с помощью материальных чувств получать какие-то эмоции, связанные с материальными вещами. Но очень тяжело для ума получать эмоции духовные. И даже на самом деле мы все стремимся, даже принимая духовную практику, мы всегда ждем всех духовных эмоций, чтобы наша концентрация, наши какие-то отношения... Ну, я приведу, мы всегда приходим к Божествам и думаем, особенно по ночам, ну, когда же они моргнут мне, цветочек упадет, или гирлянда, или что-то, что-то, и... И так или иначе, как Господь проявится? И мы постоянно таком ожидании. Но иногда из-за какого-то определенного времени, и, может быть, даже неправильной практики, или же слабости какой-то, мы все равно потом скатываемся на... и пытаемся воспринять это, как бы, с материальной точки зрения. И ум больше переимен. И воспринимает это с точки зрения того, как привычных ему вещей. Конечно, для этого нам нужна поддержка. Поддержка вайшнау, поддержка шаста, общение очень важно для того, чтобы мы могли настраивать свою неправильную работу, чтобы получать именно духовную эмоцию. И духовная эмоция, она может передаваться. Это очень важный успех. Поэтому, как всегда говорится, если мы обладаем какой-то привязанностью, или кто-то обладает вокруг нас привязанностью к Кришне, мы должны сашивать ощущение. Я еще, слушая, хотел тоже, ну, как бы, немножко развить эту мысль, немножко ее в другую грань ее сказать, что получается, очень часто мы также еще можем не испытывать духовные эмоции, потому что мы не чувствуем, ну, еще не... Или занижаем свое положение, либо завышаем свое положение. Мы ожидаем то, чего по определению быть, ну, еще не может рано. То есть, или, как бы, мы занижаем, мы, ну, неправильно себя ставим. И получается, что Кришна не зря же в 12 главе Бхагадгиты описывает вот эту лестницу йоги, где он описывает, думай обо мне с любовью и преданностью, поклоняйся мне, и так ты придешь ко мне. И там он говорит уже об эмоциях, вот именно о тех духовных эмоциях, которые мы хотим испытывать, да. А потом он говорит, если ты этого не можешь, да, то делай, по крайней мере, ну, садгана в акте, регулируемую практику преданного сужения. И так ты разовьешь в себе, что желание прийти ко мне. А когда я приду, тогда я уже смогу иметь эмоции. То есть, получается, что на уровне садгана в акте мы еще только мы хотим испытывать эти эмоции. То есть, мы, вот это слушание о Господе, поклонение, оно развивает нас, ну, это сильное желание. Но, конечно, даже если ты этого не можешь, ну, хоть трудись для меня. Ну, то есть, вот мы тоже можем испытывать эмоцию какую-то, если человек что-то сделал для Кришны, это духовная эмоция, только она на нашем уровне. То есть, мы еще не испытываем, может быть, именно непосредственно такой вот взаимосвязи, но уже я что-то сделал для Кришны, я такой, да, Кришна, и мы это чувствуем. Ну, это факт. Ну, дальше это, он уже говорит, что даже если ты так не можешь, то, по крайней мере, научись не привязываться к плодам труда, потому что привязанность к плодам труда, она блокирует любой эмоциональный обмен, потому что мы связаны эмоциями не с Кришной, а с плодами труда. То есть, у нас в другом направлении эмоции направлены. И дальше он говорит, что даже если ты уже на это не можешь, тогда, по крайней мере, хоть знания получай, ну, а лучше знания и медитация. Ну, и он раскладывает. И получается, когда мы находимся в правильном положении, то эмоции, естественно, будут приходить, ну, свойственные нашему уровню. А если мы, бывает, себя, ну, хотим занять какое-то положение выше, ну, так себе нарисовали, да, и, как мы выяснили, что эмоция, цель поставленная, вот это же я для себя сделал интересный вывод из лекции «Госвоема хража», что цель, поставленная не в соответствии со своим внутренним статусом и положением, да, не будет окрылять. То есть, она не будет так вдохновлять. То есть, она будет, бывают навязанные цели, ну, то есть, мы или сами себя, ну, или социум нам навязал, то есть, оно не соответствует нашему уровню. И мы такие «да, надо, это так важно, это так, так надо». таким да да это такой высокий уровень да 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 и мы такие сидим но ничего ничего в сердце не происходит но когда это соответствует нашему уровню то мы это нас вообще да там путаница тоже было понимание то есть там получается они в за допад 예�ные материальные эмоции думаешь fossю духовно soldiers то есть они говорят что вот кришна он так сказать ну то есть они снизу то есть они опускают кришна на материальный уровень и думать что я могу с ним обмениваться материальными эмоциях вот это очень легко понять если вы понимаете вот это вот потому что духовная эмоция это вообще это Это вообще не просто, ну это вообще не просто.